А последняя игра, давай еще раз попробуем, по-любому сработает. По-любому сработает Бэйн, которого у нас в очередной раз берут в ферст-пике. Я думаю, уже можно показать нам, что у нас здесь происходит. Бэйн, ребята, да, Бэйн на ферст-пике у команды Team Secret в очередной раз. Напомню, что просто миллион героев сбивает ему ультимейт. И вообще такое, да, чтобы суппорт 5 секунд стоял, кого поддержал. Ну, конкретно вот то, что мы видим сейчас. Дарксирма даже не целится своим вакуумом по Бэйну. Ну, и случайно сбить ему ультимейт. Может сбить просто. Спиритбрекер может сбить ультимейт Башу. Способа сбить ультимейт Бэйну. Да, и при этом еще такой момент, что тот же Дарксирм не особо бьет с руки. То есть даже если ты будешь вешать на него инфигул, сон, это работает не так хорошо. Поэтому я надеюсь, что Team Secret сейчас просто возьмут гирокоптеры и просто пойдут 5 на 5 бить с ним лицо. Иначе будет очень... Да, как и Баратрум, не скажешь, что его урон с руки основной. У него основной это Баш, вот этот магический урон дополнительный и дизейбл его, именно потеншаут. Ну вот, смотри, уже думают. Как парни, у нас есть Бэйн, а что же теперь? Ну, по-моему, Лишрак очевидный выбор. Лишрак. Ну, под сон станчик закидывать неплохо. На самом деле, вот еще логика где-то в чем. Саппорт Лишрак, ну да, он как бы может убивать иллюзии Лансера, если он расфармится. Но, как правило, с этим справляется лучше Кэрри Лишрак. Если ты берешь саппорт Лишрака, ты оказываешься в какой-то очень печальной ситуации. Тебе нужно каким-то образом достать ему кучу фарма, и то это не панацея против него дела. Ну, мы были свидетелями того, что у Бупе почти получилось достать айтем, ему не хватило разве только вот Black King Bar, чтобы можно было спокойно на слабончике зайти в замес, ульта, разрультиться там по всем, поэтому он бы мог зажечь в этой игре, но из-за того, что лайнап был немножко жадноват, то их наказали. Все-таки суппорт, который фармит себе айтем, это уже такой семи-суппорт. Так что посмотрим, как будет сейчас. Сейчас мы видим то, что Сикреты, они решили больше не брать жадных суппортов. Сразу открылись Бэйна Виспа, где уже прослеживается коронная связочка, когда Бэйн кого-то ультует, дают слип, и вы моментально нагло улетели. И на месте Фнатиков, отдыхав подальше, стоит забанить все, что с этим Виском бегает, прыгает и махается. Это, естественно, Тинни. Тинни, который против Сиро и Спиртбрекера заходит. Отлично. Ну да, он хорош против таких милишников в своем АОЕ. Но посмотрим, есть еще один бан у Фнатиков. Они вот, кстати, последовательному примеру и решили забанить... То, чем хорошо играет противник. Молодцы, что забанили СФ. Я вхалю. Потому что СФ в нынешней мете напомню, что если порезали лину, если что-то там сделали к тому же лишь ракут, то СФ ничего не меняли. А напомню, что для многих команд, таких как, допустим, там, Виртуус Про, может быть, Тирил Джениус и там прочие товарищи, в них СФ стабильно вообще уходил там первых двух, может быть, трех пиков. И он просто респул героев бомбил за счет там своих минус арморов и нюхов в начале игры. Очень много времени потратили Сикреты уже на обдумывание. То есть они второй пик обдумывали очень долго, и теперь обдумывают второй бан. В итоге это Templar Assassin. Боятся какого-то мидера с минус армором? Ну, боятся Муша, который может забрать всех хорошего Кора, и в прошлой игре просто пойти и всех 5 на 5 убивать. То есть если подумать, то из суперкрутых мидеров, которые бьют БКБ, самые сильные, это СФ и Тим Пларочка. Ну, когда они его берут себе. И в итоге зачем-то забанил их на теке Эмберспирита. Похоже, что у нас будет Лансер еще разок. Я просто не знаю, зачем они это сделали. Ну, Лансер, точнее, Эмберспирит он как бы есть, но все равно, конечно, то, что Тинни уже врывается в профессиональную доту и начинает убивать милишников, причем довольно-таки легко. Ну, да, здесь это довольно обидный пик, но почему-то по-другой пошли их на текологике. Ну, сейчас посмотрим. Мне вот интересно, какой их план, потому что Эмберспирит он такой необычный. Вообще, необычный пик, необычный бам. Не всегда его берут, да, не всегда его пикают, да и не все вообще на нем умеют там жарить. Слишком круто, так что... Пока они... Под вопросом, как же убивать. Ну, на мой взгляд, самый лучший герой против того же Виспа это Винтерверна. Винтерверна, ну и вот есть еще герой второй, это Дизраптор. Ты можешь либо Виспа вернуть, ну, то есть, если Винтерверна дает сразу ультимейт и Виспа убивает его же Корске, он полетает, то в случае с Дизраптором он просто возвращает его обратно. Ну, и тот другой хороший, работает хорошо. Так, а тем секрет... В новых случаях можно вообще никого не торопиться. Я так понимаю, на стыд куш можно забить, то есть какие-то там спектры и прочие герои не смогут здесь развернуться, поскольку Паратрум и Дезераптор они не прощают. Просто не прощают. И решили взять тяжелую артиллерию. Некрофос. Вот это да! Да, это на самом деле пик, который я в общем-то... Нас показывают. Да, стыки еще раз. Да. В общем, сейчас... Некрофос... Танк! Ребят, им нужен танк. В прошлой игре танка не было. Одна из самых брутальнейших связок с Виспом, потому что Некрофос захиливает себя, захиливает Виспарис, захиливает Некрофоса. Потом опять начинает захиливать, потом еще и Бейн захиливает себя. Просто решили задавить хилом до врага. И интересно посмотреть, как это получится. Я вам говорю только одно. Пожалуйста, возьмите аппарат. Знаете, я вас умоляю. Возьмите аппарат. Да, это герой, который танк рит связку брутально на самом деле. Только хила, вот просто все на хиле. Просто возьмите аппарат, попадите ультом Некрофоса и изи катка. Это просто вот так вот, как в свое время азиаты нам показывали. И те же ЕГЭ. Это, ну те же ЕГЭ на Интернешнл. Да, там шейкер, аппарат. И просто они вдвоем убивали всерочную команду. Но нет, пока это Лешрак. Ну пока это Лешрак. Пока неизвестно какой. С большой вероятностью это либо Кэрри, либо Медовый. Но аппарат все еще может ворваться в профессиональную доту. Сейчас еще, знаешь, надо взять Дадла. Хотя Дадзла забай. Омни Найта надо взять Team Secret. Омни Найта. Но нет, это Нюкс. Нюкс на барабане. Необычное решение. Нюкс Ассасин. Но против Лешрака в общем-то может зайти довольно-таки неплохо. Карапаси. Карапаси очень хорошо. Очень хорошо заходит против Пауэлли Лешрака. За этим Мана Берн, который просто испепеляет его, когда Лешрак пор там летает неимоверное количество урона. Ну и в дополнение ко всему будет такой легкий ганг под Веспа. То есть у Team Secret пока вообще комбинация фантастическая, если брать. И очень необычные герои близко всему. Ну если брать, да, если брать вот карту, на карте одному нельзя будет вообще находиться. Где-то в стороне тебя копает, Мюксевич полетает, Висп с кем-то и тебе конец. Может даже Висп один полетит и убьет. Где-то в другой части карты Пауэлайдай на Бейне уже бежит и слипает. И Фнатиком можно, теперь Фнатиком можно забить на на сплитпуш и каким-то образом постараться усилить себя в замесе. Также отвечу, что по-прежнему не ясно, кто будет у нас работать в комбинации с Виском. То есть это как может быть Некропос. Некропос в свою очередь может пойти на мид, может пойти на легкую. Может быть какого-нибудь вообще с Виналом просто соберут БКБ. и тут вообще нет нового героя, кто бы с Виналом что-то делает. То есть у Team Secret невероятная вариативность технотики забанить Ландруида. Ну, Ландруид что? Необычное вообще решение. Интересный. Интересный. Вымар в бане, да. Ландруид. Андра, Бульдок, ты мне не помнили. Наверное, жесткий здесь получается лейт в плане, ну, вот этот Крокс, который ломает игру со своим агонимом, запрещает байбекаться. И очень жило бывает в лейте против такого героя как-то свою игру привычным образом построить. То есть если ты нафармил на байбек, можешь подставиться обычно и выкупиться, то против Некро ты рискуешь слишком долго сидеть в таверне. Да и в принципе, если этот герой убивает, он заставляет сидеть в таверне на 30 секунд дольше. Это очень много, естественно. И какой необычный выбор от Фнатик. Герой, которого брать против Никса очень опасно. И герой, которого я рассчитывал увидеть хоть в одной игре на Интернешнене, но не увидел ни в одной вообще. Это Аутволд Баурер. Потрясающий пик магов каких-то жестких. Ну да, тут мы видим четырех кайсеров. Я уже чувствую там какого-то саленсера. Возможно, хотят взять Team Secret. Но из плюсов его можно выделить, что это, наверное, лучшая контра против Некропса. Ты даешь ультимейт, а ты прячешь вторым спилом в Астрал. Это первый вариант. Второй план. Бейн кого пультует. Ты опять же прячешь в Астрал и все замечательно. Ну и третий выбор. Если Нюксевич кого-то бурстит с ульта, то снова у тебя есть шанс. Единственное, но всему пику Фанатик желательно левел и набрать артефакты. Потому что Дуваур славится тем, что если он без айтемов, он еле-еле фармит, он вообще не спит кушит. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Очень интересный вариант. Господа, вот этот Team Secret прям заготовочку решили показать нам. Это связка. Но на самом деле они уже с мипарем играли. И все знают, что у Вики довольно таки хороший мипарь. И он это показывал. Ну, парень обыграл Ньюби на... Боже мой. Парень брал Мипаря, да. Он обыграл им команду Ньюби на одном из ланов. А вслед за этим я напомню, что парень на Мипа вообще топ-1 РММ в мире взял. Ну, точнее, топ-РММ в мире взял. Один из, там, где-то 7-й сотен. И прекрасно сочетается с Некровусом. Опять же, вот этот хил постоянный. И при этом хорошо чувствует себя с Лиспом. Потому что... Ну, Лисп это как альтернатива Дазлу. Если Дазл в этой комбинации он просто сейвил одного Мипаря Греевым, то и тот спокойно делал, просто там убегал или купался. Что-то показывают. А, вот нас показывают. То, что-то, что-то. То, что-то, что-то. То, что-то, что-то, просто увозит одного Мипаря и захиливает его. Ребят, это невероятные связки. Пупей, ну, видимо, он уже, знаете, как там выиграл вообще все, что можно. Ну, или там много чего выиграл. И теперь ему просто задача поиграть в веселую дотку. Просто в веселую, интересную и задорную. Давай посмотрим, кто у нас, на каком герое играет. Ник Рохосе, ну, и Никс Ассасин в исполнении Мизери. А у Снатиков, Муша на Девауэре, Диджей на Дарксире, Блэк на Кэрри Лиш Роке, Нед, Суфорт, Спиртбрейкер и Ахайя на Визраторе. Поменялись местами. Снатики идут на Кевражский лес. Сикреты, они жадничные не собираются. Просто посмотри. Идентичные варды. Просто, ну, кроме вот этого. Ну, да, этот вард абсолютно такой же. Вообще интересно то, что вторую игру подряд уже играет на... Ну, играют за Дайр Фнатики. А, нет, подожди. У нас играли секреты за Дайр. Идентичные варды. Шрик Байна, куда врывается Виспо и Микрофос на Тизере. И Привенджа, интересно, будет давать жару. В свою очередь, Фнатики решили отойти дабл линии снизу. И против Нюкса это будет работать не шибко хорошо. Поскольку он танковый. Нападает на Ахайя, который явно не ожидал увидеть здесь двух суппортов. Закрывает Кинетик Филдом и выживает. Браво, Ахайя. Да, лучший стелк скачалок и отдаться на гриппах. А-а-а, красавчик. Просто браво, Ахайя. Он выжил максимум из ситуации. Тем временем, Муша у нас начинает напрягать потихонечку мипаря на миде. Но, вот как ты говорил, что, во-первых, Деваурер без артефактов слаб. Во-вторых, Деваурер очень слаб, когда на него нападают, когда его давят. И у него фактически нет никакого эскейпа. Зачастую ему приходится собирать себе какие-то фрустапы. И все равно при этом чувствует себя не так здорово. Тем временем, Нед у нас не смог переагрить вышку. Получил несколько орехов в лицо. Сверху замес. Входит прям под кавер Бейнс. Слом очень много хила. Блэк старается отбиться. Манжет станом. Подходит купей, забирает Блэк. Остается Ахайя. Гоньте за ним Атернал Энви. И Ахайя. У Ахайя проблемы. Да, старается он убежать, но просто купей Пайлайда и Ахайя не отпускает. Как же он тянет время и последний момент его забирает. Блэк первого уровня врывает в очередной раз под тавер. Видимо, ему было мало. Снова его гонят туда, где он и погиб. Юзает манга. В итоге, боже мой, просто валит тавер. Им просто отсюда не выйти. Пайлайда и Энви встряли. Корова бежит на резню. Корова бежит убивать. Энви старается спрятаться, но осталось еще одно Танго. Не хватает Танго. Пей. А у Пей тоже ты станешь. Успели. Успели отступить. И Энви спасается из подвышки. Блэк, делись. Нед пошел в атаку. Блэк. Блэкапс до сих пор первый левел. У него дождь и молния какой-то. Да, ему не здорово. Ну и в итоге Керрили Шака здесь просто запрессовали по таверам на первой же минуте. А с другой стороны, посмотри на мид, что у нас происходит с Мушей. У него 12 на 10 крипстат. Это просто фантастические цифры. Это один из лучших матчапов для Деваура. Потому что против мипаря ты... Ну, против как милишника ты стоишь прекрасно. Тебе легко упрятать в астрал. У тебя очень много армора. У тебя невероятная тычка. У мипаря 45, у тебя уже 77. И каждый раз, когда мипарь подходит к крипам и старается дать пух, ты просто спокойно прячешь и добиваешься. Так что у Муши тут глобальный перевес. Ну, опять же, даже несмотря на такой перефарм, Девауру достаточно тяжело будет в каком-то мидгейме. Ну, надо смотреть. То есть самое страшное, вот что... Как хорошо ЕГЭ расправлялись с Девауром, когда его брали те же Клубные на Инте. Они просто шли в МЕСИ чуть ли не с первого левела. А, он все-таки был на Инте, Девауру? Был, был разок. Я просто смотрел. А, не, на ЕСЭЛе. На ЕСЭЛе был. То есть на прочном ЕСЭЛе был тот же Деваур на миде, но вместо того, чтобы отпускать его, там просто Винтерверно 6 минут бегало и било его нагло по лесу, чтобы тот, кто стоит против него, смог получить хоть какой-то левел и задавить потом. По чуть-чуть. Но сейчас уже многое меняется. Уже теперь два мипаря стоят на миде. Даже если ты спрячешь одного, то второй будет бодаться. И пока В-3-3, ну, получается. Ну, что-то добивает, да. Но УД все равно очень большая атака за счет постоянных вот этих пряток. Здесь В-3-3 забирает часть крипов. Тем не менее, УД лидирует у нас очень жестко по крипстату. Третья минута. Все у него просто потрясающе. Божественность там по двоим демонстрирует Блэк, но невероятный захил в ответочку дает Энвис Пайлайдайм. В итоге чуть-чуть не хватило. Заслипали Ахайо, который снова бежит нас под Тауэр. Блэк, он его просто кидает. Я его не знаю, ребят. Забирайте на здоровье. Ну, правильно сделал. Это все-таки тяжело стоять. И неожиданный вообще момент, почему Фнатики стоят сверху вдвоем. То есть их убивают, их месят, их не прощают. И в это время Мизери стоит один снизу. Нападает на него Нед под щитом. Мизери спокойно выходит под Тауэр. Но это не то, что нужно. Это не то, что нужно в профессиональной доте, когда Таит Люксевич, который терпит, у которого много регены 4.2, щиток, карапас, монотерны. И вам его тяжело взять такими играми, как Доксена. Для которого фармить-то не обязательно. Ему главное получать экспу, он терпит спокойно. А сверху вы могли дать хоть какой-то бой с тем же Братрумом. Может быть, там размениваться. И в результате Братрум пока стоит и что-то... Он просто стакает Рожеский лес. То есть стакает Големов. Тим Секрет они сильно выигрывают. Просто не прощают по линиям. У Лешака добито 4 крипа. У Нюкса в Харде добито 11 крипов. И если это состояние будет продолжаться, то это слишком легко для нас интернационального така. В итоге продолжают гонять. Просто выгнали из-под Тауэра за счет большого количества регена. Некрофос, Виспо они, естественно, себя очень хорошо чувствуют. Еще грамотно делают то, что Некрофос скачал Садис на двоечку. И просто очень много маны до стакает. 24 маны в секунду. В итоге хватает у нас на новый Дес Пульс. И в итоге просто так забрали вышку. Молодцы. Просто забрали вышку. На пофиг. Ну да, здесь очень сильные герои, на самом деле. У которых есть... Во-первых, базилочка уже взята. У которых достаточное количество арморов. В принципе, у Виспа немного, но здесь Вейн в основном подходит. И самое главное, количество хила. Мало того, что хил Некрофса, хил Виспа, так еще и Бейн имеет свой собственный аптил. И размены по хп у них просто потрясающе происходят. Да, Леш ему тяжело. Хотя на самом деле Лешак, герой, которого не так просто запрессовать. Тут на падении еще на Ахай у нас выходит Пайл Айдай, который его не добивает. Но посмотрите, что это такое. Пятая минута. Кэр Лешак 2-ая. 2-ой уровень. И Кэрри, ну, Суппорт Дизрафта 2-ой уровень. Теперь еще находит Блэка. Кстати, тут играет вообще на Бейне. Тут он решил показать Пайл Айдай, что эти негеры надо делать. И ребята продолжают стоять за чудо. Но в этот момент самое главное, что может быть там клат убежит Некрофос. И за счет того, что здесь якобы стоять опасно. Но если поставить один хороший варк, то тогда тебя будет тяжело забрать. Дальше по Т2-тауар. Раз уж мы один тауар запушили, а что бы нам не пойти дальше? Не поспамить. Выходит Тернал Эдви. Много крипов. Можно их подхилить. Садист работает. Принесет себе еще Виталити Бустер. По-любому будет Родопатос. Это его излюбленный артефакт на этом герое. Ну, хорошая. Если быстро собрать, то вообще тут можно не прощать врага. Того же УД, у которого нет никакого эскейпа. Да, он сможет спрятаться. Но не навечно же он будет прятать себя в Астрал. Ну да, такие дела. Ну и теперь пойдем на центр. Мы видим, что МИП, подсчет того, что он может спокойно фармить себе Лиса, он вообще напрочь покинул центральную линию и решил спокойно использовать свой фарм-потенциал. А в это время в МИДе оставляет просто одного героя, который будет потихонечку забирать Икс Клум. Против того же Дестра. И наверху очень нагло действует. Посмотри, АНВ просто стоит и выпит. А корова не реагирует. Я не знаю, вот корова стоит снизу, НЭТ стоит снизу. Здорово, друг. У него, он убил три крипа. У него 0-0-0. НЮКС, который стоит против Даблы, он имеет почти такой же крипстат, как и Дарксир. И наконец-то НЭТ побежал наверх. На Иллюзию Виспа. Третий уровень. На Иллюзию Виспа. Посмотри на его запах, причем Орбу Веном, Телефорт и все. И все, и Синтруссель взял. И теперь он перемещается на центр. Криппа забирает тем временем Дагсира снизу. Хорошая перетяжка. Хорошая перетяжка, две с сеточкой. Получается прекрасно. А сверху Висп и Некрокос просто обнаглели. Пошла ульта. Элхайо не умирает, но в итоге добивают его потом. Блэк пытается разменяться, но это без шансов. Семь стиков. Летает корова на Плайдай третьем уровне. Начинает захиливать Этернал Энви. Очень хорошую перетяжку делают Муши. Просто два баша подряд прописывает НЭТ. И Энви старается свалить. Ну, свалитель будет тяжко. Я думаю, мы должны его здесь забирать, потому что скоро будет имбризмин. Очень мало Эммэса дает. Ой-ой-ой, как сейчас. Неудачно сыграли, но в срабах. В таймингу. В таймингу. Тики. Муша забожил. Окрался в нужном месте в нужное время. Ну, давно пора было помочь этой дабле сверху. Потому что сколько можно. Соперник заходит уже у вас под Тир-2 наверху. Ему отступать домой очень долго. Ну и, конечно, Баратруму повезло со своими башами. Но даже если бы эти баши не прошли, все равно должны были забирать фраги. В итоге по графикам мы видим, что у Сикретов огромное преимущество. Четыре тысячи золота, две тысячи Икспы. Несмотря на то, что у Дэми топовый натворство, но это говорит только о том, что все остальные герои Фнатик очень слабы. И сейчас нужно с этим что-то делать. Нужна какая-то хорошая драка. Спирит Брейкер. Благо купил себе сапог. Есть у него пятый левел. Это хотя бы что-то. Дарксир. Дарксир не совсем понятно, что в этой игре будет делать. Мекку делать ошибку, потому что у Дэмика. И надеюсь, они не поступят подобным образом. Ну, в Пайпе всегда нужно сделать. Очень много магии и Сикретов. Некрополь сбьет в основном магии. Тот же Мепарит основную Дэмочку тоже пробивает. Магридисты решают. Поэтому как вариант можно попробовать против всего этого. В Никсу, конечно, больно от щитков. Все-таки милишник. Даже несмотря на свой потрясающий реген. Тяжко. Мекку забирает ОД. Восьмой левел. Ну и Бара ищет. Спитбрекер ищет здесь хоть кого-то. Банит лес Мепарю для того, чтобы он не мог качать этот спаун. Также видит его. Но здесь кто еще кого нашел вопрос. Дает сетку. И Барин убежать. Нет, старая сетка. Просто 6 армора у Мепаря. Наши нахер забрали. А почему он не попытался разбежаться? Не знаю. Но, видимо, ждал момента. Но не дождался. Просто поставил вар, заблочил спаун, чтобы не дать фармить. И отдался сам. Нав тем самым достаточно много. Мепарь продолжает у нас отфармливаться. Так, на итоге получается у нас хорошая такая польсеночка для Сикрет. Они... На Диджея нападение Мизери. Ждут релокейт. Релокейт, а еще нет. Четвертую уровень Висту. И он просто смотрит на Диджея и понимает, что нужно отступить. Да, Виндетту, кстати, неплохо апнули. Она теперь... Нападает все-таки. Нападает. Начинает его лупить. Может вообще Дид попробовать забрать? У него хаста, которая закончилась. Диджея без маны не могла. Он теперь может завязать Сурдж. Он бежит. Станчик 3 секунды. И Мизери, Мизери. По таймингу. Не попал. Жей замансил. Сверху. Висп, большие проблемы. Энви должен, должен пытаться как-то раздавать. В итоге Виспа у нас убивают. Есть импризонмент. Энви идет куда-то в атаку. Здесь два тиммейта. В3-3 вместе с Пупеем заходят. Муши уворачивается от одной сетки. Есть Мека. Бара должен помочь. Но Муши попадает в объятия Пупея. И его убивают с ультимейта. Сейчас 65 секунд Муши будет сидеть в таверне. Какая-то боль для Кэри-героя. Просто минуту ты не в игре. Временем диджей попадает под стан. И его также забирают. Полнейший разнос от команды Team Secret. Они второй волной накатились на Фнатиков и у Фнатиков. И сейчас еще минус стаки будут. Ой-ой-ой. Как же печально все. Мне кажется, тут на самом деле недолго до 1-1 такими темпами. Потому что сейчас как снежный ком секреты растут. Ну как минимум очень близко. Нападают все время еще на Дезрактора. Братрон понимает, что нужно валить. Забирают Ахая. И контроль карты получается диким для Team Secret. То есть мало того, что здесь бегают мифаи по всей карте, которые почти в стола могут кого угодно забрать. Очень скоро будет агоним у ВТ-3. Так в свою очередь еще имеется нюк с виском, который продолжает обстановку на карте накалять. Гоинца за Пайл-эдай вниз, который спейсит в очередной раз. Получает корово-щиток. Но хрипы рядышком в ВТ-3 подходит. И Пайл-эдай еще и на развороте навешивает. На развороте. Гоняет. Да, даже не стал тезериться. Никуда абсолютно не спешил. Понимал, что вряд ли его убьется перед брекер без ультимейта. На миде тем временем удается забрать тавер. Солидный буст. Пупея уходит на топ. У Веспа все еще нет шестого. Это проблема. И вот только сейчас он берет шестой. Возможно куда-то перетянется с Велокейта. Энви после рода Фаттос пока что не успела ничего себе купить. Но статы довольно-таки хорошие для 12-й минуты. Ну и что у нас у Муши? Муши имеет 2-1-1. 48 крипов. Мекку без ПТшки. И найти кого-то будет сложновато. Палится на варде. Видит Энви. Энви замедляет его. Спирид брейкер дает разгон. Т-3-3. Сетка по двоим. Ультимейт. Муши. Муши отдает ответный ультимейт. Но его стирают. Стирают у нас так же и спирид брейкера. И это провал. Ну Муши как-то парил себя. Он не прожал Мекку в этом замесе. Он просто бил Некрофоса по чуть-чуть. Команда вообще его не поддержала. То есть он один сажался. И ях это хрен знает. Ахая. Муши уже, знаешь, врывы отчаяния пошли. Блэк старается дать танчик защиты Дизраптора. Но его здесь, естественно, забирают. За счет того, что из просто нереальной отхил. Это и хил Мекрофоса. Хил того же Виспада. И Бэйн может сам себя подлатать. То вы спокойно забираете на ТВРА. Поскольку с памятью фнатиков нечем вообще. Вот тем, чтобы убивать крипов. Один единственный герой. Это лишь рак. У которого молнии в единичку. Все. На этом защита своих игрок закончилась. Поэтому сейчас им будет очень тяжко. Ну что. Тем временем забирается Вышка. Также не хватает Мекки. На мой взгляд Сигретом. В случае... Да, вот Бэйн фармит Мекку. Бэйн фармит Мекку. Очень близок он к этому артефакту. В случае с... В этом случае будет довольно-таки хорошо пушить. Это будет конец для пушей. Почти в любом случае. Ну давайте посмотрим, что можно вообще сделать для фнатиков. Ну, преимущество. 12 минут и выше некуда. 10 тысяч голды. 7500 хп. Мы фармим хреново, если сказать честно. Мы очень хреново фармим такими героями. Такие как Доксир, Баратрум. И тот же Девауэр там увидели. У него не шутка круто получается. Безомашная аура. Так что нужно идти воевать. Нужно дать хоть какой-то минус у врага. Дать минус, но не пробегая так свой лес. Дать минус не получается. И УД покупает все эту птшечку. Это, наверное, самый очень жесткий этим. Ну, на самом деле, конечно, артефакты у него так себе. Как мы видим, уже Никс его скоро догонит. Да, а Team Secret они вообще не обламываются. Спокойненько. Вообще, благо, ресурсы здесь выкачиваем. Бей свой лес. Еще тут фармим спокойно на линиях. И ждем, когда Никсевич найдет нам очередную жертву. То есть, даже несмотря на то, что у нас преимущество сейчас есть, то ничего страшного, оно наращивается. Зачем куда-то идти, если ты продолжаешь увеличивать экономический отход. Разве что Никс все время пытается выцепить какого-то наглого героя, который пришел бы дефить сюда. Да, но в его случае у него есть Непарей, который путешествует по всей карте, вслед за этим Некрофос-Свистом, который на бешеном у Мэйсики раздают спокойно. И в итоге бьют Тауэр снизу. Знатики вышли в отчаянный спидпуш, но уже готовятся их принимать. Мизери впадитель. Никс, Беркон. Пупей. Пошел Мизери. Муши поймали. Врывается Энви. Муши ничего не может сделать. Его моментально забирают. Размен в 1-1. Но он нормальный, кстати. Мизери просто танканул на всю команду. И теперь на хосте бежит в 3-3, пытается хоть кого-то перехватить. Спиридбрекер уходит. Дарксир на Сурже. Блэку нужно делать телепорт. Да, и скорее всего удастся разбежаться. Но более-менее размен получился. Знатики, конечно, потеряли... Нет, они даже заработали больше, несмотря на то, что потеряли ОД. Просто из-за того, что команда соперника имеет перефарм. Но, как мы видим, размен, когда ты теряешь героя, который должен фармить и расти, а соперник теряет Никсау, у которого уже, в принципе, все есть для такой минуты. Ему пока ничего не нужно. Ну, разве что одиннадцатый взять. Это явно на руку секретам. Ну, здесь есть такой момент, что поймали ОД. То есть в случае с ОД есть такая неприятная ситуация. Ему нужно одновременно имбить Тауэр. И в втором моменте стоять сзади и слеветь своих союзников. Поэтому тут такое... Ну, как бы ему придется, если он будет пушить, ему придется врываться. Тут все временем вырыв на Дарксиро. Ахай, Диджей старается у нас попробовать заспитпушить противника, но у Фнатиков есть фактически все для этого. То есть ворды, которые заранее показывают дичь, которая сама им лапа бежит. Параллельно Попеи и Мизери, они шикарно перемещаются. И тяжело отойти. И наверх уже выходит Мипа. Некрофос с Блинком готовы ловить. Также у Виспа у нас пулдаун ультимейта закончился. И вот самый лучший момент. В-3-3 цепляют. Висп сразу же идет на помощь. Вместе с Бойном. В-3-3 нападение на Охай. Охай моментально кастует. Отличный стан от Лешрака. Это шанс забрать В-3-3. Но у него слишком много статов. УД не пробивает его ультимейтом. Получает пинсгрип. Это минус УД. Минус Лешрак. Минус Дисраптор. Родо Фотос в нету. У которого просто нету маны. Да. И судя по всему его тоже здесь заберут. Он пытается уйти куда-то на разгоне. Но. Да. Получается. Однако Висп. Висп его встречает. Дает урну. Спиридбрейкер абсолютно без маны. И в итоге это минус 5. Если учитывать смерть Дарксира снизу. Еще одна проблема УД. Если он не успел набрать артефактов и левела. Он не пробивает никого с ультимейта. И это самый большой минус в данной ситуации этого героя. Ульт, который может нанести колоссальный урон, не нанес практически ничего. 395 урона. Я еще добавлю, что у него проблемы с тем, чтобы вообще завязать свои СПВ. Они слишком дорогие. Диджей минус. На Дарксире его забрали. Не успел им дать свою комбинацию. Вакуум, стеночка. Подходит к тому, что начинает стакать интеллект. И... И... Сикрет спокойно бьет товар. Порядка ты им что-то сделаешь. Решили отступить, потому что Рошан все еще на месте. Можно спокойно сделать свою перетяжку. Закупиться. Все довольно-таки богатые. Последняя вышка осталась у Фнатиков. Они уже проигрывают... Сфармы. У них Дарксир. У которого вроде бы есть пайп, но одного здесь Дарксира не хватает. Хотя, в принципе, у Дарксира все более-менее. Также появляется Вейл. Учитывая силу прокаста магического секрета, Вейл здесь заходит потрясающе. Да. Здесь вообще вот мне нравится, что Энви он раскрывает потенциал очень многих артефактов. То есть, ну, во-первых, Атос. В чем плюс, да? Что, во-первых, нужно покупать рецепты, чтобы собирать. Он собирается сам. И после его сборочки ты получаешь там лишние 100 хп, которые даются тебе просто за... Ну, за этот... Айтем. И следуя этим еще... Да, он получается. 20 тинты, 10 тинты лишние. Ну, то есть статы невероятные. Ну, и Вилди Скотт, он, наверное, тоже один из тех айтемов, которые... Как это... Несправедливо забыт, поскольку... С таким радиусом он просто уничтожает всех противников. Кулдаун там довольно низкий тоже. Да, кулдаун там просто... 4 секунды, если убрать вот это вот. Ну, время действия. Время действия. Мизери пошел в атаку, Вендетти видят Дистраптора. Стоит хороший вард. Мизери. Видно на варде, Дистраптор ошибается. И... Дистраптор... Ахайя впитал. Это нормально, то есть... Ахайя сейчас сделал... Ну, выиграл время. Забрали одного единственного суппорта, он ничего не потратил. Плюс всего лишь там 500 голды. Тавр вы забрать не можете, и это шанс для фнетиков отжать в этой игре хоть что-то. Хоть, ну, хотя бы второй тавр. Но, в свою очередь, нападение на Диджей. Пад Риппер. Диджей погиб. Девауэр также у нас здесь разбирается с ВТ-3. За что ему дали быстрый минус. Боже мой. Да, и уже болит Энви Блэк у нас в другой части карты. Энви просто как... Вездесущ на этом Некрофосе. Ну, действительно, очень жестко зашел этот персонаж. Особенно то, что он отправляет в таверну на долгое время. В ситуации, когда и так ты постоянно позади, у тебя еще и герои на 30 секунд дольше сидят. И здесь еще приятный момент, что стадист окупается во всей красе, когда ты мало того, что там убиваешь героя, восстанавливаешь все пума, ну, вообще все жизни. Идешь дальше фармить, убиваешь героя, ты просто фармишь вечно все просторы карты. Так, по 2-2-3, один в двоих. Моментально забрал Дезраптора. У Бейна есть Мека, тут же закил, Виха чувствует себя здорово. Ну, и вся команда фуловая, в общем, потрясающее количество хила. Некро здесь будет кастовать до бесконечности, имея подкрепление Виспа, имея также кучу аркан-ботинков в команде. Тут и у Бейна, и у Никса аркан-ботиночки. И ломают бараки. Очень уверенная игра от Сикретов, и здесь, как с Бейн, в атакующей доте отступается полностью. Как мы видим, в этот раз упертость Пупея сыграла ему большой плюс. Ну да, мы видим то, что Пупей на Бейне и Пайлайдай на Бейне, это две абсолютно разные вещи, потому что у него счет 3-0-9, он нисколько не бегал, не видел, он создавал пространство по всей игре и просто сильно напрягал оппонентов. Так, комбинация. Время вомбо-комбо. Диджей поймал Карапаси, Пупей, Висп, стенка потрясающая по всем, но здесь такие толстые все. Муша убивает хотя бы кого-то вместе с Дарксиром, пытается как-то раздамажить Виху, но очень много КП у Мипа, Энви, фуловый, забирают Муша, забирают Нета, Байбэк, а Дарксир, а ГГ. Тут все фуловые. Да, это Сикреты сейчас показали очень жесткую доту, и как раз-таки всех своих болельщиков, которые после первой игры могут быть немного разочарованы, во второй игре чувствуют, дают, скажем так, своим фанатам надежду. Надежду на то, что эта серия закончится благополучно, и на то, что пройдут у нас...